Депутатские слушания, на них представители муниципалитета Ярославля собрались впервые после нескольких лет перерыва. Обсуждали городские программы, реализация которых запланирована на 2015 год. В следующем году ярославцам придется потуже затянуть пояса. Городской бюджет 2015 ожидается, по словам зама мэра, проблемным. Собственные доходы 7 миллиардов 600 миллионов рублей. Собственные расходы 8 миллиардов 278 миллионов рублей. Дефицит бюджета зафиксирован на отметке 678 миллионов рублей. При этом муниципальный долг будет медленно, но уверенно увеличиваться, хотя и не достигнет предельных цифр. В таких трудных условиях мэрия сосредотачивается на обязательных расходах. Они составляют порядка 95-96% общих расходов бюджета. Это заработная плата бюджетников, расходы отраслей и муниципальные программы. Оставшиеся 4-5% пойдут на самые необходимые вещи, по которым можно получить софинансирование вышестоящих бюджетов. В проекте бюджета на 2015 год расходы в рамках софинансирования составят 305 миллионов рублей. В том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда 101 миллиона рублей, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 44 миллиона рублей, строительство дошкольных образовательных учреждений 36 миллионов рублей. В Ярославле в следующем году будет реализовываться 26 муниципальных программ по разным отраслям. Это и поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие туризма, культуры в городе, развитие физкультуры и спорта, обеспечение жильем молодых семей и другие. Каждую из этих программ депутаты намерены рассмотреть подробно, чтобы максимально сократить расходы бюджета и не увеличивать его дефицит. Задача муниципалитета на сегодняшний день вместе с исполнительной властью сделать бюджет максимально оптимальный, чтобы у нас не было каких-то раздутых ожиданий, чтобы у нас не получилось. Мы даем на мероприятие, образно сказать, миллион рублей на начало года, потом эта сумма лимитируется, допустим, до 800 тысяч, потом еще и секвестируется до 500. Наша задача работать еще по тем направлениям, где мы доходы не дополучаем, потому что мы сами недособираем, плохо работаем, чтобы собрать тех, кто платить нам обязан. Уже на следующий год из финансирования исключаются такие статьи расходов, как капремонт учреждений социальной сферы, покупка спортивного инвентаря для спортшкол, общеобразовательных школ и детских садов. Не исключено, что будут пересматриваться и без того уже урезанные другие расходы. Так или иначе, споров и предложений будет много. Статьи расходов еще не раз будут пересматриваться, чтобы окончательно принять бюджет в ноябре. Яна Хромова, Михаил Орлов.